Алексей, добрый день. Добрый день. Я вот как это, недавно пересмотрел ваше выступление, двухгодичной давности на Конгрессе, и там еще вы рассказываете о неком своем успехе в построении локального бизнеса в Нижнем Новгороде, но не было слова вообще про франшизу. Теперь вы как бы вышли на рынок, мало кто еще, наверное, знает со своей франшизой. Во-первых, зачем? Отвечая на этот вопрос, да, мы уже вкратце, кстати, до этого там пообщались. Для нас создание франшизы, да, это некая такая реализация большой длинной стратегии, которую мы рассматриваем как минимум, да, на ближайшие 10 лет, и нам кажется, что в 7-10 лет все же, да, основную долю на рынке будут занимать именно агентства недвижимости, да. Там можно много говорить, какие преимущества дает именно сетевые агентства недвижимости. А давайте конкретно, какие преимущества есть, потому что это вот на самом деле не очевидно. На самом деле у меня есть мнение, связанное именно с текущей ситуацией именно 2020 года, потому что в 2020 году вроде бы как очевидно, что сети как-то себя чувствовали лучше, увереннее, морально как-то вот, особенно апрель месяц. Но вот если все-таки предположить, что у нас нет коронавируса и каких-то вот таких экстремальных историй, почему сети живет лучше? Ну, есть несколько моментов, на которые бы хотел обратить внимание. Это первое, возможность получить экспертизу не только конкретного региона, но и в целом федеральную экспертизу, потому что рынки отличаются, да, и в разных рынках можно искать какие-то точки роста, которые ты на своем локальном рынке просто можешь не увидеть. Это условно некий клуб директоров. Условно, да, если можно так назвать. То есть появляется какая-то уже глобальная экспертиза, это первое. Второй момент, да, за счет эффекта масштаба ты можешь сокращать свою себестоимость, да, на показываемых услуг, в том числе это касается автоматизации, маркетинговых каких-то историй. И это позволяет конкурировать с другими агентствами недвижимости по размеру комиссионного вознаграждения. То есть можно же, как с одной стороны, можно сохранять стоимость услуг своих, да, получая большую маржинальность, либо сохраняя маржинальность, можно свои услуги делать дешевле, то есть более доступными для обычного потребителя. Почему мы делаем фокус такой вот на именно удешевлении услуги, да, даже может быть за счет не роста маржинальности, наверное, при сохранении маржинальности, да, снижать стоимость услуги. Ну, очень много исследований на эту тему есть, что, вот допустим, там, в Германии, если не ошибаюсь, до 2035 года они обещают, что среднего класса вообще не будет, в принципе. То есть у них останется прослойка только там 10-15 процентов премиального сегмента, которые хорошо зарабатывают, да, и требуют немножко другого качества обслуживания. И будут, да, в основном люди, которые классы эконом, да, так назовем, которые потребляют... Ну, давайте... Я уже не знаю, насколько там бедность это такое понятие все же относительно, да, понять. То есть мы воспринимаем бедность как, ну, невозможность купить там базового объема продуктов, да, все же нет. Это уже не так. Все-таки за границей бедности, да. Вот поэтому надо аккуратно с этим тоже. Поэтому, ну, скажем так, которые потребляют услуги там и продукты классы эконом, да, вот так. Будем так говорить. Им придется работать, чтобы жить. Да, работать, чтобы жить, вот так. Если этот тренд идет в Германии, в Соединенных Штатах, и об этом достаточно открыто сейчас говорят, да, исследования это подтверждают, что вот за крайний период, там, в Европе на 25-30% сократился именно средний класс. Естественно, да, мы тогда должны понимать, что в эконом-сегменте нужно предоставлять услуги дешевле и дешевле. А каким образом это возможно? Возможно только в том случае, если ты можешь оказывать услугу дешевле. То есть первый момент. У нас же ключевая история – это стоимость услуги, первая, да, которая отражает ее доступность. И вторая история – это качество работников, да, сотрудников, риэлторов, профессионалов, которые работают в системе. Ну, наверное, еще некие стандарты. Ну, да, да. То есть, смотрите, то есть стандартами – это кто исполняет стандарты? Стандартами качества услуг является сам риэлтор. То есть, если сам риэлтор, сотрудник, ну, скажем, давайте, плохого качества, не обучен, да, не понимает, как работать, то, скорее всего, качество услуги будет страдать. И он, скорее всего, такое качество услуги будет оказывать, транслировать, И много не заработают тем самым Поэтому смотрите, какой момент У агентств недвижимости они в такой некой ловушке получаются С одной стороны, для того, чтобы нанимать качественный персонал Они должны быть конкурентно способными По заработной плате, по оплате труда, которую они дают То есть если по доле комиссии Да, по комиссионному вознаграждению, это первое Но с другой стороны, они должны оказывать Для сегмента рынка, большого Мы же видим, что 70% сделок в России Проходит с жильем эконом-класс Должны оказывать услугу дешевую То есть дешевле, чем конкуренты Но при сохранении качества с точки зрения риэлтора С точки зрения их оплаты труда Поэтому это возможно только за счет эффектов масштаба Только за счет выстраивания процессов Ухода куда-то в автоматизацию В глобальные большие закупки и так далее Вот это наше, наверное, такое видение развития На самом деле, когда вы говорили про то, что Америка или Запад Предсказывает некое исчезновение среднего класса Я буквально недавно брал интервью У Михаила Токовинина, основателя АМАСРМ И он как раз сказал, что да, действительно 50 лет назад инженер или врач В Америке мог себе позволить Достаточно небедно жить А теперь ему нужно постоянно пахать Чтобы обеспечить себе решение В том числе вопросов ипотеки То есть приобретения жилья И прочего, и прочего То есть там процессы Идут ровно такие же, как у нас Поэтому это... Это глобальный большой тренд Более того, если мы посмотрим по крупным сетям Про ритейлеров Там, да, допустим, магнитом, да, пятерочку Смотреть, x5 retail growth То мы видим, что в их доле выручки Прирост самый максимальный Особенно по этому году Это ярко стало выражено Это прирост доли дискаунтеров То есть они в дискаунтерах, в жестких дискаунтерах Продают все больше и больше То есть это понятно Это как раз отражает вот эту глобальную тенденцию Дикси у нас будет расти Ну, по дикси я бы не сказал, что с жестким дискаунтером Есть более эффективные модели, я уверен Причем региональные модели Которые могут там показывать высочайшую маржинальность Даже конкурируя с федеральными сетями Там у них на самом деле не так все здорово, как кажется Понятно А все-таки я хотел бы немножко продолжить тему сетей Потому что, ну, это действительно касается, наверное, глобальной бизнеса Дело в том, что вот тоже, по-моему, вчера или позавчера был эфир И, в общем, наверное, мы говорили о той идее, что для небольшого агентства Для любой небольшой компании Очень сложно поднимать внутри всевозможные электронные IT-сервисы Потому что, ну, это требует разработок Это требует инвестиций Или как это при Советском Союзе называлось Неокр Вот, а это реально нужен финансовый рычаг И даже у агентства там в 30-50 человек Достаточно стабильно работающих Скорее всего, какой-то такой уникальной истории не будет И, конечно же, вот в этом случае, как бы, объединение есть Но, с другой стороны, есть какие риски Я знаю много примеров попыток писать, как это, in-house CRM-систему, например Даже у крупных агентств, которые заканчивались ничем Да Вот, как вы относитесь к вот этой IT-составляющей? Безусловно, IT-составляющая сейчас важна будет То есть, как бы, я понимаю сейчас, что агентства недвижимости У средних, да, да и у крупных, наверное, в том числе Если не берем, там, откровенно, там, лидеров, да, прям Мы должны просто понимать, да, сейчас, ну, такая развилка У всех, наверное, бизнесов есть, да, получается Либо ты пишешь свой собственный IT-продукт, да Либо ты берешь какое-то отраслевое решение IT, которое тебе За счет экономии на старте, да, каких-то вложений Ты можешь сразу, там, арендовать, условно, там, за 100 тысяч рублей Какое-то количество пользователей и этим пользоваться Но ведь, правильно вы сказали, что есть риск написания своей CRM-системы Я думаю, что вот здесь, в будущем, да, вот мы, опять же, там, смотрим Если горизонт лет 5, то на рынке однозначно появятся IT-решения Которые будут, условно, стоить очень дешево И которые будут адаптивны практически под любые виды бизнеса То есть, это вопрос просто времени Мы же видим, что автоматизация любого бизнеса Она с годом, с каждым годом становится все дешевле, дешевле и дешевле Опять же, там, если смотреть прогнозы, вот это, использование искусственного интеллекта То есть, все больше и большая доля компаний может воспользоваться на аутсорсе Услугами вот этого некого искусственного интеллекта И получать за счет этого некую добавленную ценность То есть, я думаю, что это дойдет практически до каждого, пусть небольшого, агентства недвижимости И это будет очень дешево На самом деле, у меня гипотеза, что появится некий интегратор Который, на самом деле, есть на рынке застройщиков Например, компания Profitbase, которая сделала несколько лет назад фокус не на то, чтобы писать собственные софты А на то, чтобы интегрировать, например, то же самое AmaCRM в конкретный бизнес конкретного застройщика Потому что, как правило, все-таки у застройщиков бизнес-процессы индивидуальные И настройка должна быть Они, соответственно, на это дело все дополнили какие-то свои примочки Которые и не актуальны для глобальной CRM типа Ama И, в общем-то, в рамках, наверное, бизнес-процессов большинства застройщиков повторяются Ну, например, шахматка, да, как пример Поэтому они зарабатывают за счет вот этих вот индивидуальных настроек И мне кажется, я не понимаю, почему до сих пор такого интегратора не появилось Среди агентств недвижимости в этом бизнесе Здесь все по-прежнему появляются какие-то новые CRMщики Которые придумывают свое Ну, как бы, наверное, такой бизнес Я думаю, что это логика вообще в принципе развития бизнеса такая Когда появляется большое количество моделей либо игроков Которые предлагают, может быть, немножко разные услуги По-разному видят развитие своей CRM-системы для агентств недвижимости Ну, по моему мнению, это же должно произойти в любом случае какое-то объединение То есть рынок же как развивается Сначала рынок вообще свободный, потом появляется огромное количество игроков Потом он начинает консолидироваться и укрупняться Я думаю, что это тоже произойдет На базе кого сейчас вопрос Много есть предпосылок Много есть претендентов Да, кто бы хотел это сделать Я думаю, что в итоге этот игрок появится Который будет за счет эффекта, опять же, вот этого масштаба Высокой компетенции в IT-сфере Вот именно в написании каких-то CRM-систем Более того, если у него будет компетенция именно в написании CRM-систем Для агентств недвижимости Кто глубоко туда разберется Получит именно финансирование Заберет большую часть рынка Потому что мы же видим, что Сейчас объективно, ну это мое такое мнение Что отраслевые CRM-системы, вот любую, если взять Все равно не закрывают полностью потребности агентства недвижимости Для меня это тоже до сих пор удивительно Я думаю, что буквально нужно перспективу лет пять И будет прям хороший продукт Может быть здесь ответ как раз в том Что если брать глобально То агентство недвижимости, в общем-то Если все-таки их разделить на принципиальные кучки Я бы так сказал Например, работающие по классической эксклюзивной модели И неэксклюзивной Вот так вот разделить на две категории То внутри этих комплексов Они в принципе все одинаковые И как раз вот эти вот Очень тонкие отличия бизнес-процессов Они являются конкурентными преимуществами Потому что они в принципе не могут в бизнес-процессе работать одинаково Потому что это конкурентные преимущества Об этом речь И поэтому правильно то, что вы сказали То, что больше всего прибыли Соберет именно интегратор Либо какой-то Какая-то служба Какой-то сервис, давайте правильно назовем Который сможет адаптировать Вот эти процессы агентства недвижимости Под какой-то базовый функционал Какой-то крупнейший может быть там CRM-систему Ну да, как раз вот на той неделе Был заявлен релиз от Яндекса Который сделал свою CRM-систему для услуг И сразу как бы так В общем-то подуло в сторону риэлторов Немножко понятно, что это CRM Бесплатная CRM Наверное еще далека Для того, чтобы ей там Начали как-то активно пользоваться Но тем не менее Мне кажется, сигнал с точки зрения Больших глобальных IT-игроков рынка Он уже появился И дальше вопрос Кто как обычно будет первым Не знаю, дом клик Или кто-то еще Как вы вообще оцениваете Вот этот, не знаю IT-сервис функционал С точки зрения Его места В бизнесе агентства недвижимости Вот не знаю Или процентами как-то Или важностью На каком месте он стоит? Я думаю, что Если строишь большую компанию То именно автоматизация процессов С которыми мы как раз таки начали Позволяет удешевить Стоимость услуги Для конечного потребителя Это первая часть И естественно второй момент Это дает достаточно Большой вклад С точки зрения Качества системы управления То есть оно же позволяет Собирать огромное количество данных Хорошая CRM-система Частично автоматизировать Сбор отчетов Каких-то опережающих показателей Результирующих показателей Делать прогнозы какие-то В том числе Если это интеграция Вместе с какой-то маркетинговой историей Более качественный контакт Получать себе в компанию Следующий момент Оно же при формировании Большого объема данных Позволит в итоге Агентствам недвижимости Понимать ядро продаж свое Это первое Понимание Какие агентства Просто часто руководители Ну такого достаточно Высокого уровня интеллекта Оперируют вещами Которые не всегда понятны Например руководители Агентствами За 10 человек Что такое ядро продаж Ну это те объекты Которые будут проданы В ближайшее время Скорее всего С максимальной долей вероятности Это же можно смотреть Уверен что Агентств недвижимости У которых поставлен Процесс управления Система управления продажами И планирования продаж Они скорее всего Это вручную тоже делают То есть Как модель там работает Ты берешь условно Подходишь к руководителю отдела продаж Скажи мне пожалуйста Какие объекты Ты планируешь Вот-вот сейчас В ближайшее время продать И как правило Мы даже эксперимент Такой делали Интересно просто было Руководитель отдела продаж Вот смотри Выбери объект Допустим вот этот Выборка 10 объектов Мы выбирали Вот смотри Из этих объектов Какой будет продан И на самом деле Если руководитель отдела продаж Опытный Допустим Работает более 10 лет В компании То он С 90% вероятностью Угадывает В течение какого времени И какой из этих объектов Будет продан То есть вот Это реально такое есть Мы даже там Ну некое там Пари такое устраивали Угадает Но даже не угадывает Это же набор Неких Ну это Да Скажем так Мы показываем объект Он делает внутреннюю Свою аналитику И говорит Вот этот объект Будет продан Если человек Не с рынка И не в рынке То для меня Этот процесс выглядит Как ну Наверное Шаманство Ну да Достал серебряный шар Сказал вот этот объект Недвижимости Кстати Это тоже одна из Ключевых Наверное Ценностей Компетенции Опытных Агентов по недвижимости Риелторов Которые Эту вот Добавленную ценность Для клиента Создает И понимаете Когда вот эту часть Работы возьмет на себя И уже я уверен Это берет СРМ-система Она может выделить Ядро продаж Это же сигнал Непосредственно Автоматически Да Или автоматически Выгружает этот объект Недвижимости В базу Куда-то В какие-то Не знаю В классифайд Либо еще куда-то Либо начинает Какие-то премиальные Размещения По нему Предлагать Почему кстати Важно Объект недвижимости Который Давайте назовем В зеленой зоне Который Будет сейчас продан Максимально рекламировать Может быть даже больше Чем другие объекты За счет этого Мы сокращаем Цикл сделки Цикл продаж За счет этого Мы повышаем Производительность риелтора Он может заняться Другими вопросами Внутри системы И следующий момент Мы как ни странно За счет увеличения Бюджета на маркетинг Разово Экономим На длинном цикле То есть Допустим Мы можем рекламировать 4-5 месяцев Этот объект А можем максимально Его отрекламировать В ведре продаж И продать его Там условно За две недели То есть За счет этого Там получается Экономия Даже в рентабельности Мы считали Она может достигать Там даже 2-3% В целом Если ты автоматизируешь Эту историю Ну и плюс У вас получается Что когда вы это знаете Вы можете правильно Распределить В том числе Рекламный бюджет Конечно То есть Рекламируете Закончить эту историю Продать объект Убрать его С вот этой вот Кучи фидов Которые выгружаются На кучу платных площадок Кто это в итоге Создаст Действительно Вот такую Правильную систему Которая позволяет Определить Вероятность И срок продажи С учетом этой цены Это будет круто Следующая же история Если правильно Это настроено Вот мы там Сейчас с этой аналитикой Глубоко сейчас разбираемся Если правильно Это настроено Это очень крутая Подсказка риэлтору На больших данных Когда ты начинаешь Выставляешь объект Недвижимости В базу свою Он тебе говорит Вероятность продажи В ближайшие 30 дней Ну я не знаю 3% Или 90% О, круто Понимаю Это позволяет Достаточно быстро Делать экспертами Даже новичков Которые приходят в систему То есть те Кто давно работают Им не надо Может эта система Не нужна А вот те Кто заходят Ну раз О, круто Более того Если обеспечить Клиентскую сторону Эту историю В мобильном приложении Когда ты забиваешь Данные Вот этого Объекта недвижимости Ты же показываешь Клиенту Смотри Вот по нашей истории Вероятность Что ты продашь По этой цене Вот такая Это действительно Создает еще одну ценность Знаете Интересно Я сейчас Подумал о том Что Возможно Я это слышу Только второй раз Вообще Всю эту историю Про аналитику И кстати Я имею ввиду второй раз Общаясь с сетевыми Агентствами Потому что Это очевидно Конечно же Есть в этажах Поскольку Они вообще Айти чокнутые Я думаю что есть В хорошем смысле Айти чокнутые И там конечно Я помню Их вот эту Риес По моему Эх система Называется Когда я первый раз Ее увидел А я был тогда Ну совсем Не очень такой Искушенный И плюс Поскольку Найти был Свихнут Немножко Еще По моей практике Работы Виннери Я увидел Эту систему Думаю А я не знал Что вообще Таких систем Есть на рынке Ну кроме Айти платформ Аля Виннер Я говорю Ого Нихрена себе Это там Уровень такой Айти разработки Очень серьезный Когда там Просто Видно было Что вот Условно Другая Другие флажки Были Ну например Агент занимается В определенном Сегменте Определенной Недвижимостью Ценовой А тут раз Ему прилетел Элитный Объект И система Сигнализирует О том Что мы не умеем Ты не умеешь Продавать Элитный объект Поэтому Ну вот как бы Не надо На это Тратить ресурсы И вот мне Показалось Как раз Это очень важно С точки зрения Именно управления У вас Какие-то еще Элементы Есть вот такие Помимо ядра продажи Ну имеется в виду Если у нас Мы сейчас Что вы еще Анализируете Мы сейчас Именно этим Как раз занимаемся Вот именно Создание для нас Вот такой истории Потому что это Неженепростая Эволюционная Такой момент Ну понятно Если мы говорим Об автоматизации Части процессов Конечно Это классно Когда заполнение Всех договоров Автоматизируем Это просто Убирает ручной труд Я бы просто еще раз Сфокусировался На таких моментах Что если глобально Мы говорим все-таки О ручном труде Агентов А мне именно Интересно С точки зрения Управления То есть Я как менеджер Не знаю Как роб Как директор Как покупатель Франшизы Партнер Не важно Как кто Мне важно Получить от вас Инструменты Как от главы Сетевой компании Центрального офиса Которые позволят Мне именно Эффективнее управлять Они по принципу Вроде что-то плохо Знаете Мое мнение Всегда такое было И до сих пор остается Я конечно Не против Вообще Там ИТи систем Я однозначно За потому что вижу В них добавленную ценность Но для меня Очень важно Знаете Вот есть руководители Отделов продаж Да и в принципе руководители У которых Они вот там За ИТи За вот эту всю историю Должно быть Какие-то воронки Процессы Да и так далее Но они могут Взять какую-то Крутую себе CRM-систему Ну допустим Это можно в Excel Сделать Неважно Нужно же знать Как сделать Excel Но в итоге Они этим не пользуются А есть руководители Которые Не зная никаких Вот знаете Там IT Там какие-то процессы Знаете Там заявки Что-то конверсии Они просто сидят И условно Делают это Просто на листахе бумаги На самом рабочем Но делают это Системно И каждый день Я сторонник Больше за вот такую Системную работу Если у тебя Нужно что-то планировать В ручную сидишь И вручную это делаешь Тебе нужно понимать По каким объектам Сейчас будет фокус Где покупатель И ты делаешь Эту систему Пусть на листе бумаги даже Но если ты это Имея крутую IT-систему Вообще со всеми подсказками Но ты извиняюсь Не можешь этим пользоваться Тебе никакие подсказки Не помогут Просто-напросто Поэтому Все же я за Системность действий Любых Которые будут Приводить к результату Неважно где ты их Используешь В CRM-ки В IT-платформе Какой-то Еще каким-то способом В Excel Но ты должен просто Делать эту систему Всегда просто Каждый день Это принцип регулярного менеджмента Ну там Или каждую неделю Да Вопрос регулярности Вопрос цикличности Задачка Из своего примера Совсем недавнего Услово недавнего У меня естественно Есть тоже своя некая воронка И Я не мог понять Потому что Смотрю воронку А ничего не вижу Ну как бы Вот она с какими-то цифрами И мне стоило Добавить всего лишь Два промежуточных этапа На определенные вещи Я увидел там нули И сразу Понятно где Как бы вот эта история Поэтому мне кажется Что мы говорим Как раз О передаче Не знаю Неких технологий Или возможности Посмотреть на агентство На систему управления агентством Таким образом Чтобы это принципиально Отличалось от того Что может себе позволить Руководитель агентства Который Ну пытается Все как это Собственными пробами Пробами и ошибками Да Своими Ну вот Если вот в этом ключе Отвечать Или с этого фокуса Посмотреть на вот эту задачу То тогда мы Вот как вы сказали Есть агентство недвижимости Какое-то Хотя давайте Не агентство недвижимость Любой бизнес Человек его ведет И он ведет его 20 лет С каким-то уровнем успеха Но он бы хотел другого результата Но у него не получается Мы должны просто понять Что у него и не получится Это Пока он не поменяет Свой взгляд На ведение бизнеса Но он эти 20 лет Так работал Что ему мешало Это сделать до этого Понимаете То есть Что-то видимо мешало Ну у каждого человека Есть какие-то ограничения Он не видит там бизнес Не видит какие-то процессы Либо еще что-то Я уверен Что там Допустим Общаясь даже с нами Допустим Кто-то Из других бизнесов Которые более Прогрессивные Смотрят Какой-то детский сад Что-то делают У нас там Это же давно Автоматизировано И так далее Все нужно по уровню смотреть И следующий момент Ведь как раз Именно старший партнер В этой системе Дает возможность Посмотреть совсем С другой стороны На свой собственный бизнес И сказать Друг ты вот это делаешь не так Вот так не надо делать Вот так вот не надо делать Нужно делать вот так И вот так Но бывает такая история Ты вот когда общаешься Говоришь Вот так надо делать Да не Мы сами знаем Сейчас мы попробуем Проходит там месяц Второй, третий Ничего не происходит Не меняется ничего А что делать Начинаешь опять разбираться Мы два месяца Три месяца назад Разговаривали Смотри вот это надо было сделать В итоге делает Все хорошо Сразу добавленная ценность Появляется Все хорошо Вы мне как раз напомнили Наталью Глебову Которая проводит бизнес-туры Я участвовал по-моему Уже в пяти Именно как и снимал Слушал все И во-первых Конечно же Она говорит ровно ту же фразу Когда я везу Что нужно делать Голову менять руководителя Это ее любимая фраза А второй момент Именно связан с тем Что я вижу Как приезжают люди На бизнес-туры Для руководителей Там например С первой ступени Потом вторая ступень Потом третья ступень И там все начинается с чего Что вы внедрили Из прошлого Ну там в лучшем случае Десять процентов Это лучший случай Наверное Люди понимают Что это надо Но из-за того Что нету Как вы сказали Управления Или даже может Пинка со стороны Старшего партнера Они в режиме Ну вот будет совсем плохо Начнем применять Наверное по такому Или еще по какому-то принципу Тем не менее Не происходит Вот этого вот Изменения Хотя знаний достаточно Я думаю Что здесь еще какой момент Ведь психология людей Так устроена То что допустим Вот вы говорите Приезжая на какой-то Мастер-класс Даже на тренинг Давайте разберем Первый на мастер-класс Там ценность Добавленная ценность Мастер-класса Не более 10% Это же мы знаем Ну то есть Не более 10% Останется Ну у себя в голове Где-то А сколько ты сможешь Из этого применить Тоже же конверсия какая-то есть Не всегда понятно Да Это знаете как Вот где-то книгу прочитал Какого круто Вообще здорово Классно Вот прям сейчас Приходишь на Собственный бизнес На свой процесс Начинаешь внедрять Вот это непонятно Это непонятно Здесь не так Тут блин И все И да и заканчивается И времени нет И время И тут другие дела И уже не до этого Поэтому там Ценность семинаров Вот такая Ценность прям глубоких тренингов С погружением С коучингом Может доходить До 40% Действительно Когда Под каким-то сопровождением Еще дальнейшим А следующий момент Когда у тебя есть партнер Который от тебя ждет Во-первых Во-вторых Добивается Требует результата Это совсем другая картина Ты сможешь по-другому Вообще Ну то есть Ты не сможешь Не получить результат Ну если уж откровенно Ты не Не саботируешь Все процессы Которые тебе говорят делать То есть Вероятность Досяжения результата За счет появления Вот этого старшего партнера Какого-то Она всегда в разы выше Причем это же касается Не только бизнеса Это же ведь касается В том числе и личной истории Почему люди там Нанимают Наставников Каких-то себе Коучи Это сейчас там модно Ездят куда-то Учиться перенимать опыт То есть Нужен кто-то Который тебе покажет Что ты не то делаешь А следующий момент Еще и заставит тебя делать Так как там По статистике Всего 10% людей Могут работать Без внешнего управления 80% нуждаются в управлении А 10% людей Которых Как не управляют То есть Ну смысла не будет Как говорил президент Дженера Моторс А 10% людей Мы помогаем Найти работу в другом месте Ну может быть да Мне нравится в этом Смысле Риелторский бизнес Потому что Он самостоятельно Скажем так Выдавливает тех людей Которые не могут На длинных циклах На самом деле Уникальный бизнес Конечно Я вот Поскольку у нас Мы живем в год Сейчас вот этой такой Перестройки Активной В том числе С точки зрения того Что целые отрасли Бизнеса пострадали И сначала казалось Там вот еще в апреле В мае Что например Там люди Из турагентств Или из официантов Пойдут работать в агенты Но как выяснилось Ну небольшая часть Из них пошла Потому что Все-таки работать без зарплаты А большинство агентов Работают даже без Минимальной стипендии На стажировке Это Ну вот Не каждому Совсем Не каждому Совсем И это хорошо В общем-то Не знаю А вот кстати Это хорошо или нет Я думаю что да Понимаете Здесь Ну опять же Посмотрев из модели С другой стороны То мы оказываем же сервис Для внутреннего партнера Для еще одного предпринимателя То есть B2B бизнес Так называемый И это классно На длинных циклах Все же При правильно Выстроенной системе При должном уровне Конкуренции Очень серьезно Будет повышать Качество услуг Для клиента Понимаете Какая история Ведь Те люди Которые в основном Работают за оклад Их нужно там Внешнюю мотивацию Какие-то социальные пакеты Нужны и так далее А здесь работают Именно прям Чисто предприниматели С предпринимательским духом Которым нужен партнер Который бы их куда-то Направлял Вот сюда идем Вот сюда идем Не знаю Вот здесь там систему Сервисы какие-то оказал Управление Командную работу Организовал И нуждаясь в этом Приходит наш бизнес Рискуя своим временем Отдавая компании Свои компетенции А компания В них вкладывает Свою экспертизу В достижение результата И второй момент Свои деньги Рискуя Ну как бы Что он не останется Потому что там Адаптированный сотрудник Стоит там Более сорока тысяч рублей Для компании сейчас Причем это С каждым годом Дороже и дороже становится И тогда Видя ценность Вот именно в этом риэлторе Агентством недвижимости Не остается ничего более Чем повышать Свои требования К кандидатам Которые заходят здесь Если они рассчитывают На качественную услугу В будущем Потому что Опять же Мы как начинали Заводя в компанию Слабых риэлторов Ты получаешь в итоге Слабое качество услуги Получая качество Слабые услуги Ты в итоге теряешь Долю рынка Ну на долгосрочной перспективе И поэтому Сейчас это видим Очень так прям Заметно Я буквально недавно Общался с одним известным Человеком на рынке недвижимости И он в кулуарах Сказал что вот сейчас По сравнению с тем Что было еще там Два-три года назад Совсем другой рынок И сейчас например Работа с оффером Это очень важный элемент Для агента И он вот решил Вот эту историю Про оффер Сказать своему партнеру Руководителю агентства В регионе в одном из И тот сказал Слушай Ну вот чтобы мне Переучить сейчас людей Вот с оффером Нужен умный агент А у меня как бы Не очень умный Я не хочу как раз Именно называть И суть как раз в том Что здесь проблема Того что нужны Опять же Вот то что вы сказали Другая квалификация агента Потому что На одном рынке Который был там Ну условно там Три-четыре-пять лет назад Такой волнообразный Там он падающий Растущий Но вот такого роста Как сейчас Когда нужно бежать За объектом А то он уйдет И фактически Агенты чуть ли не Первый аванс Сразу расслабляются А потом выясняют Что сделка расцепляется Потому что аванс отменяют И это нужно поменять голову Вот уже агенту Но это естественно Должен взять руководитель А как Откуда взять Этих самых умных Квалифицированных агентов Откуда их брать Только с рынка труда Больше неоткуда их взять Как и любая компания Агентство недвижимости Начинает привлекать Себе сотрудников Ну хорошо Вот я например Ваш партнер В каком-то небольшом Региональном городе И у меня Ну нет такого мнения Я там Что вы мне порекомендуете Ну во-первых Чтобы стать Нашим партнером Нужно Ну как бы Знаете Ну прям разделять Наше мнение Однозначно Это первое Потому что Если партнер Не доверяет друг другу Партнеры Неважно Мы Нашим партнер Или партнер Нам Ничего же не получится Не будет работы никакой Поэтому изначально Мы это проговариваем Что мы будем работать Вот так Шаг за шагом Вот такая система Рекрутинг Идеологию Должен разделять Рекрутинг Адаптация Обучение Какие-то циклы Планирования Дальше Построение стратегии Технологии Правильного Маркетинга Позиционирования Куча таких моментов Которые надо Сначала понять Ох где-то я это слышал уже Да Но следующий момент Там же По модели Которую мы там Стараемся выстраивать То есть мы Команду Ключевую Набираем сами Мы ее самостоятельно Берем Набираем Это рекрутеры Это руководители Отделов продаж Бизнес-тренер У партнера набираются Да Партнеру сами То есть мы набираем сами То есть такое получается Некий десант Да То есть такой Вы как стартер Запускаете И это дает нам Сразу понимание Первое Рекрутер Который зашел Мы же Рекрутера Соответствует Не соответствует Очень часто Такое бывает Мы это слышим Да Общаясь там С потенциальными В том числе Партнерами Да С другими агентствами Недвижимости Они не понимают До конца ценность Рекрутера Вот первого лица Который сидит В Сидит в офисе И встречает Первого человека Ну это же очень важно Ну это как театр Начинает свежим Если слабый рекрутер Он будет набирать Людей таких же Как он Таких же слабых Таких же некачественных Если он слишком молодой Не вызывает доверия Он будет набирать Людей молодых Не вызывающих доверия К ним К нему звезды не придут То есть это же Это банально Наверное Что Может быть звучит Но это правда Так и есть Это так и работает Слабый руководитель Набирает слабых сотрудников Сильный руководитель Набирает сильную команду Может ее сформировать По другому Этот принцип не работает Поэтому рекрутер на старте Сразу Он сильный Он классный Может быть он будет Ну слегка Мы будем переплачивать За него однозначно Потому что он должен быть Лучший действительно И он должен нам искать Вот этих звезд Бизнес-партнеров Он не должен быть В массовом подборе Сто процентов Это не массовый подбор Хотя Ну как бы Принципы массового подбора Он осуществляет Но он должен Из этой вот массы Научиться находить Именно ту звезду Которая даст нам Максимальную добавленную ценность Которую вот именно Здесь хочет Потом это там Большая работа По защите кандидатов По их ведению Рекрутера в том числе Введение рекрутером Процесса адаптации То есть до третьей сделки Рекрутер ведет В том числе Там участвует Там вовлечение Это серьезная нагрузка Введение Ипотечный брокер Вовлечен в процессы адаптации Тоже ведет до третьей сделки Руководитель направления Новостроек Руководитель отдела продаж Бизнес-тренер Замотивирован до адаптации Вот куча таких моментов Которые позволяют Сформировать первую Правильную команду А вторая часть Самая важная Ну скажем Давайте так Не дать возможности Тем людям У которых не получится Остаться в системе Ведь очень такое часто бывает Мы на всех защитных кандидатах Которые мы там регулярно проводим Вот меняем мышление Руководителей Тренеров И рекрутеров А защищает кандидата кто? Рекрутер или сам кандидат? Ну это такая формальность Ну так мы это называем На самом деле Мы делаем обсуждение Каждого кандидата Который к нам зашел в систему Рекрутер говорит Мы запустили за крайние Четыре-пять недель По каждой неделе Такое количество сотрудников Дают обратную связь Рекрутер Бизнес-тренер Руководитель отдела продаж И так же как с объектами Эти зелененькие Эти желтенькие Мы сидим обсуждаем Как подтянуть Условно желтых до зеленых И почему мы набрали красных Которые откровенно Ошибка подбора А потом мы говорим Вот смотрите Кто у нас из этих ребят адаптировался Руководитель отдела продаж Говорит Вот это Вот это Вот это Профиль понятия Вот такие ребята Вот это классные Вот таких нужно Вот эти точно ничего не получают У них там два месяца нет Ничего Условно Все И это вот такая вот Командная работа большая Дает понимание Всем звеньям Которые участвуют в адаптации Понимать Кто же в итоге нужен Но это работа системная Каждую неделю Там на протяжении Там все работы До всей компании Каждый раз То есть циклическая Такая задача Серьезная Да интересно На самом деле Чем больше мы разговаривали Чем больше у меня к вам вопросов Время все-таки ограничено Давайте С этим аспектом С IT поговорили С вопросом рекрутинга Я думаю Что тоже немножко пробежались Если говорить Вот о все-таки О том Что самое важное Я был на этаже кемпа Не так давно В Петербурге Понятно Что они уже там Закрыли большинство регионов И там Аудитория Которая приезжает Интересоваться Несколько иная Чем была Даже два года назад Когда я там был Но тем не менее В аудиторию Эльдар Хусаинов Задал вопрос Что самое главное В аудиторию Естественно Руководители Действующих Агентств недвижимости Или каких-то Возможно Других бизнес В том числе Из-за рубежа В Болгарии И все гадали Кто-то там говорил Рекрутинг Самое важное Кто-то говорил Маркетинг Лидогенерация И так далее Но с трудом Поскольку время Было ограничено И даром Надоело слушать И он сказал Я не буду вас тянуть Время мало Самое главное Система управления Почему У руководителей Не работающих Вот в сети Или в системе Вот этот ответ Не очевиден Как вы считаете Ну тяжело сказать За других людей Ну как-то Ну вы же много общаетесь С теми Кто вашу идеологию Не разделяет Вы же так Потом понимаете Для нас Как мне кажется Это просто Непонимание Сути бизнеса Как такового Вообще Потому что Давайте поговорим Просто может быть Многие люди Воспринимают Непосредственно управление Что такое управление По-разному Ведь что такое управление Пришло к нам Как это Менеджмент Или менеджер Мы называем Кто такой ключевой менеджер Что он должен делать Какая ключевая задача менеджера То есть Первое лицо компании Это что же менеджер Это управление Неважно Собственник он Если он собственник Он выполняет просто Скажем так Для своей компании Должности генерального директора Исполняющего директора То есть он главный менеджер В компании В итоге Что он должен делать Вот ключевая его задача Ключевая задача менеджера Это добиваться результата Вот это самое важное И тогда все Что остальное Мы обсуждаем Это включено в менеджмент Просто априори То есть HR фонсия включена менеджмент включена однозначно. Надо разбираться, значит, в HR-функции однозначно. Маркетинг тоже имеется, ну, это же тоже менеджмент. Тоже ставится цель, задача, и она добивается. Там, сокращение средней стоимости контакта, да, там, это, там, нужно менять стратегию, еще что-то размещение, да, там, ну, не знаю, там, функция, там, организация рабочих процессов, да, тоже, это же тоже задача. Повысить удовлетворенность работы этого направления сотрудников до 10 баллов, там, да, за квартал. Это тоже задача менеджера. Понимаете, вот это, как только ты это понимаешь, то тогда сразу, ну, как бы, я разделяю здесь, там, мнение Эльдара, да, там, вот, и глубоко, там, уважаю, там, их бизнес, философию. Вот самое важное – добиваться результата. Все остальное – это способы, как ты делаешь. Поэтому, вот, скорее всего, те люди, которые отвечали на вопрос, не могу судить, они, скорее всего, отвечали именно о способах, а не о самой цели. Цель-то именно достичь результата, который предстоит перед компанией. Я в свое время брал интервью, как раз, вот немножко возвращаясь в рекрутинг, у одного из подразделений, этажей в городе Калининград, и мне, вот, причем это были руководители, которые были когда-то топ сотрудниками в Тюмени, и вот они решили свою франшизу открыть. И они сказали, что одной из ошибок первого периода становления было в том, что они, как раз-таки, они ошиблись, наверное, с рекрутером, которого наняли, и они поставили не очень высокий уровень зарплаты, ну, в те объявления, в те вакансии, которые они давали. И потом, как только они изменили, поставили чуть выше, у них появился другой качественный состав. Казалось бы, уж сколько лет этажам, да, они продают франшизу, плюс эти сотрудники уже там работали, но, тем не менее, они допустили вот на старте такую, ну, ошибку, скажем так, которую пришлось исправлять и терять время, ресурсы. Почему вот та система этажей им как-то вот это не подсказала, возможно, это вопрос не в том, почему она, да, вы не в этажах. Каким образом ваша система может подсказать, что вот, ну, вот это точно не надо делать? Ну, правильно вы сказали, я за другие компании не готов там отвечать, у них там своя система управления. Здесь же подсказка достаточно простая, если у вас, как у, ну, давайте, старшего партнера, да, либо головного офиса, ну, по отношению к другим филиалам, даже своим, не выстроена система точек контроля, то тогда вы что-то можете упустить. Понимаете, какой момент, да? Но регионы же разные все равно. Так я понимаю, смотрите, то есть ведь как происходит? Вот у меня, наверное, это один из ключевых вопросов, который я провожу на собеседовании на топ-позиции, в том числе для, на ключевые позиции, как руководитель отдела продаж. У меня один из вопросов, говорю, смотрите, вот у нас есть месяц, да, у вас есть какой-то финансовый план, и на четвертой неделе, там, за пять дней вы начинаете понимать, да, что что-то пошло не так, ну, не выполните финансовые показатели. Я говорю, что произошло, какая там причина? Ключевой-то ответ, который я хочу услышать. Так, а почему мы только сейчас об этом узнали? Ну, то есть за пять дней. Мы должны были узнать это на первой неделе, то, что мы не идем в тренде, у нас не хватит. И, значит, начали, ну, начали предпринимать какие-то меры, исходя из того, что мы не выполняем. Так и здесь, ну, как ответ, да, какой. То есть, ну, должны быть выстроены системные точки контроля, там, шаг за шагом, когда мы что контролируем, когда мы проводим аудит рекрутера, какие целевые показатели по набору групп, да, какая конвертация должна быть из обучения высшего отдела продаж, закрепившись, да, и так далее. И начинаем, да, какие-то вещи там разворачивать. Если это не выстроено, тогда могут быть неожиданности. Если это выстроено, неожиданности тоже могут быть, но их просто будет меньше. То есть мы, по крайней мере, будем делать все, что от нас зависит. Вот, допустим, мы там открывались в Москве, да, мы очень долго, ну, честно, да, откровенно настраивали процессы найма персонала. Ошибок там наворотили просто кучу. Потому что там московский рынок, он отличается тем, что если есть какая-то небольшая ошибка, допустим, если в регионе есть ошибка какая-то в процессе каком-то, процесс может идти. Ну, просто он будет чуть ниже качества. В Москве если есть ошибка, если ты не поменял, у тебя результат нулевой просто на выходе. Просто ноль сразу. Получается, что она дорого стоит. Очень дорого. Прям ценность ошибки возрастает в разы. Поэтому нужно очень точно ко всему там подходить, настраивать, да. И вот нам, скажем так, только за первые два месяца, ну, как со старта, когда мы запустились, удалось там на какой-то среднем уровне, да, выстроить процессы подбора персонала. Вот только, да, там. Возможно, в этом кроется ответ на вопрос, почему этажи дважды не могли стартовать в Москве, пока не нашли именно партнерским офисом. То есть суть как раз в том, что это не чистая франшиза. Здесь нужно, чтобы управление со стороны центрального старшего партнера, оно было более, скажем так, вот на кончиках пальцев чувствовалось вот эта вся история. Я, кстати, в интервью с Ильдаром услышал последний раз, вот тоже недавно брал, что он отчасти сожалеет о том, что во многих города они зашли франшизами. И ту прибыль, которую эти компании сейчас имеют, они вот, к сожалению, до нее дотянуться не могут, потому что там все имеет как раз-таки франчайзи-партнер. А если бы они зашли именно партнерским офисом, как в Петербурге, как в Москве, то долю прибыли они, конечно же, имели. В том числе они бы имели возможность, например, руководить маркетингом. Я вот сейчас к теме маркетинга перешлю. Например, хороший пример. Мало кто из агентств недвижимости, не знаю, как там в регионах обстоят дела, вешает вот эти самые билборды по дорогам. И тут этажи взяли в Москве и в Петербурге, завесили. За ними, естественно, чуть-чуть потянулись другие, но совсем мало. Вот вопрос к чему? К тому, что в данном случае я точно знаю, Эльдар тоже сказал, что часть бюджета взяли, именно взял центральный офис, потому что им нужно было ценность бренда в том числе поднять. Сам на франчайзи-партнер никогда в жизни на такие затраты бы не пошел. Вот как вы считаете, где наступает граница между партнером и франчайзи? Вот где она? Когда, какой формат используются? Опять же, давайте мы за себя возьмем. Я не знаю, как у других там компаний может быть построено. Мы стараемся строить все взаимоотношения, неважно с кем, с клиентом, с риэлтором, с сотрудником, с обычным, в том числе с нашими франчайзи-партнерами, текущими и будущими, на принципе создание добавленной ценности. Только насчет вот этой базовой истории. Давайте поймем, вот когда клиент будет работать с риэлтором? Вот начнем с этого. Только тогда, когда он понимает, что риэлтор за свое комиссионное вознаграждение для клиента даст больше, ну в других каких-то моментах. Та самая ценность, о которой говорят цена и ценность. Да, даст больше, чем он действует самостоятельно, даже с учетом оплаты услуги. То же самое, когда риэлтор будет работать в системе, в агентстве недвижимости. То есть это тоже простой пример, ведь это, ну допустим, работая в системе, он зарабатывает, не знаю, давайте возьмем, не знаю, 100 рублей. Работая самостоятельно, он зарабатывает 50 рублей, да? Ну кто-то посмотрит, может наоборот. Да, кто-то скажет, допустим, для кого-то получится такая история, что я себе заработаю 100 рублей и сам, и 100 рублей я заработаю в компании. И тогда я что, вы начну думать? Ну как-то непонятно, да, какая-то история не совсем правильная. А когда он начнет понимать и ощущать, что работая в компании, он делает 120, а самостоятельным он может максимум 100, то тогда он будет оставаться в системе. То есть это вот, ну создание вот этой ценности какой-то определенной. Где эта граница, ну как-то определить, это очень трудно. Ведь то же самое с франшизой партнером. Почему партнер останется в системе? Он будет там ровно до того момента, пока он видит, что он получает себе добавленную ценность. Как только он ее не получает, он отказывается от франшизы и говорит, что? Ну все, спасибо, я и сам так умею, да, зачем мне вы? Ну вы мне ничего не даете. Ну я все впитал, купил, уже понял, сам могу организовать. И дальше перестало что-то добавляться в эту ценность, да, в эти отношения. И вот, знаете, какой-то, и везде эта такая грань, она же такая, наверное, на уровне каких-то расчетов, не знаю, вряд ли может быть определена. Понимаете, ведь еще у глобального партнера, да, скажем так, у старшего партнера, ведь всегда есть понимание, что это в том числе и его бизнес, да, это и его бренд. Должен ли он вкладываться в свой собственный бренд в других регионах? Ну конечно должен, поэтому он должен там тоже участвовать. Следующий момент, если я вижу, что, это же бизнес опять же, да, если я вижу, что у партнера есть потенциал какой-то, да, он должен вырасти там на какой-то период, за какой-то, ну не знаю, и он со мной останется, мы видим ценности друг в друге, то почему я сейчас на этом этапе уже не могу инвестировать в него? Не знаю, там билбордами, другим каким-то маркетингом, не знаю, сделать для него какой-то, не знаю, набрать еще дополнительно за него сотрудников, так это же классно, почему нет? Потому что я-то потом буду от этого получать в том числе, как старший партнер. Да, и мы вот такую концепцию, наверное, используем. Кстати, здесь такой вот интересный момент, который, мне кажется, вот когда-то там в какой-то очередной кризис, не знаю, в восьмом году исчез с рынка, и он так и не вернулся. Я не вижу ни в Москве, ну может быть там в других городах как-то все-таки история по-другому, я не вижу агентств недвижимости, которые как-то серьезно относятся к маркетингу, если опять же не считать там, условно говоря, парочку наших лидеров и все. А почему такое отношение к маркетингу? Ну это опять же, я считаю, это мое такое убеждение, что все же не видят ценности в бренде. Тогда я вот маленький уточняющий вопрос задам. Я недавно брал интервью у человека, который в рынке застройщиков, я ему говорю, слушай, ну ты такой классный, ну сам по себе, нафига ты везде в свою компанию, тем более, ну такой еще спорный бренд, там нехорошо запоминается, нафига ты ее качаешь, а не себя лично, понимаешь, мне уже там 40 плюс лет, и я думаю о капитализации. Вот капитализация меня, там условно говоря, как Сергея Иванова, она как бы вот со мной уйдет на пенсию. А если я сделаю бренд, я смогу хотя бы частично продать, а может быть всю компанию, там получить миллион и уехать на острова. Вот, и тут я понял, в чем еще одна ценность стоимости бренда. Насколько я знаю, и в этажах, в общем-то, есть такая же история, когда ценность бренда, это в том числе возможность продать. Вот почему с этой точки зрения еще агентство не рассматривает капитализацию бизнеса? Ну опять же, да, я не готов там за всех, опять же, отвечать, но мое мнение, если компания не вкладывается в бренд, то, скорее всего, она не верит в этот бизнес. Понимаете? Ну, очевидно, мне кажется, да. Потому что мы же видим, что большое количество, давайте, большинство агентств недвижимости все же ту прибыль, которую они получают со своего агентства недвижимости, обратно в бизнес не реинвестируют. Я не в курсе, так есть, да? Да, понимаете, то есть, ведь какой момент, когда это же принцип там, да, вложения, да, принцип там, ну, правильного, да, позиционирования себя, ну и своего бизнеса, когда ты всю свою чистую прибыль берешь из бизнеса и ее обратно вкладываешь. Почему это правильно, да? Потому что там срабатывает на длинных циклах, ну, некий мультипликативный эффект, понимаете? Это в том числе, ну, не только, да, в том числе и вложение в бренд. То есть, чем больше ты туда вкладываешь, чем больше ты туда прокачиваешь, тем больше он тебе сам дает ценности. В каком формате? Ну, допустим, если это известное агентство недвижимости в каком-то городе, регионе, у нее уже совсем другие конвертации. То есть, допустим, первое, если видят, там, не знаю, компанию, которые доверяют в каком-то регионе, то, скорее всего, с вероятностью с более высокой обратятся к ним, так ведь? Когда агент приходит, да, на встречу с клиентом, доверия больше, да, за счет бренда. И вот этот бренд начинает приносить большую долю добавленной ценности на каждом этапе воронки. Маркетинговую, лида, обращение с клиентом, отработка возражений, потом на сделке, да, больше доверия, нету каких-то вот таких вот, знаете, эмоциональных историй, вот, вы там меня обмануть. Нет, все четко, прозрачно, доверие бренда есть, это позиционировано и так далее. Мне кажется, это даже больше важно на истории агент компании, потому что, ну, клиентов, в конце концов, можно прикупить чуть побольше, там, не знаю, разместив чуть больше объявлений или еще чего-то, там, чисто маркетные инструменты, вот эту лидогенерацию, очевидно, можно сделать. Моженство руководителей говорит, что это просто вопрос цены. А вот, как опять же, недавно читал в посте, что есть люди, их значительное число, там, больше 10%, которые в компании без бренда просто не придут работать, ни при каких условиях. Вот как бы так. Это вот исследование, они показывают. Мне кажется, что с точки зрения стоимости бренда очень важна история агентов. Тем более, учитывая, что, ну, профессии риелторов, мягко говоря, они самые престижные на рынке, если в целом. Да, пока. Ну, я здесь разделяю. Вашу точку зрения однозначно, для риелтора бренд тоже важен. Почему в том числе, да? Ведь помимо того, что ему просто нравится, что он работает у лидера рынка, ну, либо у известного бренда, это ведь еще следующее момент. Он же просто даже по ощущениям понимает, что, скорее всего, я, взяв на себя вот этот бренд, принеся условно его к клиенту, я с большей вероятностью получу себе конвертацию. Ну, даже вот на ощущениях на каких-то. То есть одно дело, я работаю там в агентстве недвижимости Василиса, да, либо в известном каком-то агентстве недвижимости. То есть я приду, я же расскажу, что я в Василисе работаю, как будут относиться там, да? Или как название там, если у Андрея там, да? Ну, как это может быть? То есть понимаете, это тоже на ощущениях, да? И, наверное, именно вот про то, что вы говорите, да, про вложение, да? То есть, конечно, какая-то доля из чистой прибыли, доля от маркетингового бюджета должна быть однозначно распределена в пользу продвижения бренда своего. Ну, смотрите, вы в Нижнем Новгороде там в топ входите, да, как агентство. Там вас знают более-менее на каком-то уровне или могут узнать в случае, если захотят навести справки, те же самые агенты, прежде чем идти устраиваться на работу. Вы приходите в другой регион с тем же брендом. Как здесь свое место под солнцем? Да, здесь, ну, мы понимаем объективно, что это сложнее, да? Ну, однозначно, да, это такая история есть. И мы видим цикл, да, появление, да, хотя бы какой-то доли узнаваемости бренда, да, приемлемой, то это где-то порядка полутора лет нужно, да? Полутора лет. Агентство недвижимости, да. Вот. Про то, что, немножко возвращаясь к первому вопросу, то, что вы говорите, что сотрудники хотят работать у лидера рынка, да, или у какого-то бренда, однозначно это работает. Мы системно проводим опросы среди своих кандидатов и работающих сотрудников, почему они выбирают вообще агентство недвижимости. Принцип. Там у нас там некий индекс внутренний ССА есть, да, именно для кандидата, и там мы их там постоянно оцениваем, да, насколько мы удовлетворяем этим требованиям. И один из этих как раз вот УТП, скажем так, работодателя, по-моему, если я могу ошибиться, на третьем месте, как раз именно работа в узнаваемом бренде либо у лидера рынка, да, либо в какой-то там федеральной компании. Это на третьем месте, на самом деле, это очень важно. Ну и как быть вашему партнеру, если он открывается под вашим брендом? А вот здесь, знаете, какая такая интересная история, когда, допустим, мы заходили в город Чебоксары, да, то есть как бы мы говорили о том, что, ну, когда мы говорим о том, кандидату, на то есть откровенно, что мы работаем уже не в одном городе, ну, создается некое формирование именно то, что это бренд федеральный, да, и можно доверять, то есть сеть. Не то, что там у нас вот только здесь мы работаем, да, работаем там уже на пяти городах России, и это тоже создает определенную добавленную ценность. Ну, эту, кстати, ценность очень серьезно эксплуатирует желтая франшиза, которая вообще международная компания. Да, у них это, да, самое важное, мне кажется, чем они гордятся, да. Да, и, конечно же, там, как это, малиновая франшиза, которая на успехе, который был там сделан в 90-е годы, тоже до сих пор... Кстати, классный показатель ценности прокачанного бренда, да? Да, инерция очень большая. Очень большая инерция, да, можно, допустим, сейчас не оказывать услуги такого же качества, не являться таким же супербольшим реально фактически, да, но, тем не менее, спросить, если даже в тех регионах, где они работают, да, какие из агентств недвижимости вы знаете или куда бы обратились, то, скорее всего, назовут именно эти бренды. Ну, там еще и какая история была, руководители, которые в регионах часто брали этот бренд, как франчайзинговый, они реально вот как бы, особенно если брать южные миграционные регионы, они рассчитаны на то, что москвичи, которые туда приедут, они будут хоть чуть-чуть знать, да, что тут не просто там ромашка, а там такая московская ромашка, вот, я это помню и в Ялте спрашивал, зачем вам это, вот это вот заплатить, ну, это такая, ну, не скажешь, что хорошее, хорошее обоснование, почему взять франшизу, именно бренд сам. Мне кажется, это иллюзия. То есть, именно сам бренд брать как, взять бренд для того, чтобы просто был бренд, это не суть вообще, наверное, самой франшизы. Франшиза ведь это технология, прежде всего, да, это поддержка партнера, это его управление, это его экспертиза накопленная, да, вот это важная история. А просто сам по себе бренд для открытия имен офиса ничего не даст. Ну, это, мне кажется, стали понимать только вот год-два, потому что я вот как раз хочу в следующей теме перейти, к теме вообще франшизы. Дело в том, что, опять же, там года три назад я видел, ну, там закрылся, условно, с рынка ушли кто у нас. Хирш ушел, это Роше, о которой, может быть, даже многие не слышали такие бренды. И подутихли вот эти наши классические, да, которые брендами остались, а как бы интересные. И к теме франшизы вообще не было интереса. В этом году я вот эту секцию по франшизу, я не ожидал, что ее так посмотрят. ЭПО смотрели, обычно смотрели ниже среднего, а тут выше среднего, причем значительно. И я вижу, что появились там такие, ну, вышли в активную фазу там истории, там новые, скажем так, игроки на этот рынок. С чем это связано? Как вы считаете? Ну, то, что мы, опять же, говорили, агентств недвижимости же много очень, да? Очень много. Это закономерность рынка, да? То есть сначала рынок свободный, а потом агентств недвижимости очень много, реально, я не могу сказать, сколько там по данным, мы как раз на прямом эфире когда были, что-то там, 100 тысяч, что ли там, может быть, 200 тысяч, там агентств недвижимости, юрлиц, которые там работают. И следующий этап развития рынка любого, да, это укропнение, некая консолидация, должны появляться именно те лидеры, да, которые соберут часть рынка, может быть даже, не может быть, а уверен большую долю рынка, да, и останутся какие-то небольшие агентства недвижимости в любом случае. Почему такой интерес вообще в целом? Одно дело, как бы тренды такие, это же нельзя сказать, все такие посмотрели, о, тренды такие, ну-ка, давайте мы тоже, это же не об этом речь. Но тренды давно, а в недвижимости был провал. Да, не, я имею в виду даже про недвижимость, ну, рынок так развивается, раз он так развивается, надо туда идти, ну, конечно же, собственники бизнеса не так думают. Ключевое, что сыграло вот такую большую роль, начали замечать успехи федеральных игроков на региональных рынках, они видят, как федеральные сети забирают топовые позиции достаточно быстро. То есть, что мы зашли и сразу забрали топовые. да, то есть, ну, допустим, как, ну, это пример практически всех крупнейших, там, игроков федеральных, да, там, которые заходят и достаточно быстро, не везде, да, давайте скажем, но... Ну, достаточно быстро и опять те же самые полтора года. Да, полтора года, вот по нашему примеру, вот мы видим, что там, в Чебоксарах, то мы буквально за год вышли там в топ-3 агентств недвижимости города Чебоксар, да, то есть, то же самое, там, по Волгограду, мы там с августа работаем, там, зашли в топ-10 сначала, потом Сбербанк, потому что рейтинг поменял, вот, они раньше мерили за полгода, сейчас там за 12 месяцев меряют, и мы вот там, сейчас там, по-моему, в 14-е, если не ошибаюсь. Ну, Сбербанк все-таки не совсем объективный рейтинг. Ну, не совсем, но тем не менее, можно хотя бы как-то... Ну, хотя бы ориентируется на реальные цифры, а не на количество объявлений в царе, да, условно. То есть, как только люди видят успех, что франшиза какая-то, которая зашла в наш регион, либо федеральный игрок сам своим бизнесом зашел, достигает достаточно быстрого успеха и забирает все большую и большую долю рынка, у игроков не остается другого выбора даже просто. Они понимают, чтобы сохранить свои позиции здесь, а может быть и приумножить, да, ну, скорее всего, приумножить, да, то тогда нужно куда-то идти. Однозначно, это должен быть какой-то партнер, потому что, опять же, возвращаясь к нашему вопросу, на то, что предыдущие 20 лет ничего не менялось и, скорее всего, не поменяется, потому что, ну, ты уже модель та, которая у тебя была, ты не можешь уже ничего сделать. Поэтому нужно выбирать каких-то партнеров, да, там ездить обучаться, да, там, либо, не знаю, какого-то брать себе партнера, либо сеть франчайзинг. Это нормально, абсолютно, да, развитие. Вот вы говорите, ездить обучаться. Насколько я знаю, вы там были и на бизнес-стуре в Аяксе и так далее, и так далее. Вы сколько вообще, прежде чем вот к этому прийти, откуда все вот это все впитали, или это бы вот какой-то внутри родилось? Знаете, какой момент? Я первый раз поехал в Екатеринбург, помню, на конгресс по недвижимости. Я уже тогда работал в агентстве недвижимости, да, я занимался продажами, да, я занимался там коммерческой недвижимостью, да, занимался продажами коммерческой. И тут так получилось, что я поехал именно на конгресс, он, по-моему, юбилейный был, если не ошибаюсь. Это тогда президент была Татьяна Юрьевна Тимонова. Ну, я не сильно знаю там президентов, к сожалению. Вот, поэтому... Просто это был тоже наш первый конгресс, видимо, активно снимали. Вот, я приехал туда, и я увидел, что есть агентства недвижимости, которые работают по-другому. Просто по-другому, не так, как и наше агентство недвижимости. Я после этого приехал, и я просто для себя понял, что все так не будет. Вот просто не будет, и все. Я тогда отказался от продаж полностью, да, ушел в управление компанией, да, сам, там, условно, без денег начал какие-то там моменты проекты запускать, да, еще какие-то истории, там, да, смотреть, систематизировать, стратегию какую-то там написал. Кстати, там удивительно, буквально недавно, наверное, где-то на прошлой неделе, ну, плюс-минус там, открыл первую стратегию, которую я написал. Вот это как раз было, вот, наверное, после конгресса. Вот этого. Ну, как стратегию, да, я написал, какая компания, какую компанию я вижу там. И смотрю, вот, да, реально, ну, там, что-то вот такое делаем, вот, ну, вот, очень близко. Очень похоже, да, на то, что написали. Да, это, и вот, вот именно тот момент мне показал просто, что можно по-другому, и вот мы буквально там четыре года, вот тоже 20 лет компания была как вот, ну, как классическое обычное агентство недвижимости, что-то там происходило. Ильдар говорил, что здесь, первые 10 лет они жили там как-то, и пока они не взглянули на свой бизнес, как на обычный бизнес, на некий уникальный бизнес агентство недвижимости, вот, кстати, в связи с этим вопросом, как вы оцениваете, потому что из того, что я слышу, из того, что вы сейчас говорите, у меня ощущение, что вот эти вот классические, в плохом смысле агентство недвижимости, которые живут по принципу, такую лошадь пока еще, но на некого мамонта, потому что реально я не вижу перспектив для выживания, либо они должны совсем уйти и стать какими-то такими сервисными компаниями, которые вот совсем чуть-чуть услуг оказывают, а вот полного цикла точно там нет. Вот вы как оцениваете, какие перспективы у вот такого обычного агентства недвижимости, у которого нет всех этих технологий? Ну, я думаю, что какое-то слово не делал бы обычный, классический, я бы сделал либо бизнес эффективный, либо неэффективный. Вот. Можно быть эффективным бизнесом, в том числе небольшим агентством недвижимости. Это можно реально, объективно, все хорошо, да. На длинном цикле, я уверен, что компаний среднего размера практически не останется. Мало. Почему? Потому что они работают там на грани рентабельности, получается. У них постоянные издержки достаточно высокие, да, а эффекта масштаба нет для того, чтобы это покрыть. И у них очень мало остается денег с точки зрения инвестиций в развитие системы, в развитие системы, в HR-процесс, там, маркетинг и так далее. И в итоге, да, скажем так, у них будет все меньше и меньше денег, да, а затраты, они же растут постоянно, каждый год от года, мы же знаем, да. И по такой спирали они будут потихоньку там превращаться в маленькие агентства недвижимости, это прям 100%. А вот роль маленьких, небольших агентств недвижимости должна их превратить в некие такие, знаете, бутиковые агентства недвижимости, которые оказывают прям высококлассный, вот супер качественный сервис. Ну, либо районный. Ну, я не знаю, районный, либо какой-то. То есть ты просто должны понимать, что к нему обратиться, у них будет дороже, чем у сетевых агентств недвижимости однозначно, но зато я там получу высочайший сервис, да. Это, знаете, как пример, да, куда-то там можно прийти в ресторан, где дорогой, тебе все обслуживают, круто, хорошо, понятно, что ты переплачиваешь. Ну, да. Ну, либо можно прийти, не знаю, в Макдональдс, да. В Макдональдс, где-то там на потоке тебе дали ожидаемого качества, ну, я могу сказать, что там ожидаемое и достаточно высокое качество, да, там, какого-то продукта. Многие футурологи, и в частности, был пост на эту тему Олега Торбасова, он сказал, что там в будущем вип-услуга, это будет как раз услуга человеческая, а все, что можно, все, что останется в дешевом сегменте, то все будет онлайн, и как бы, ну, вот смиритесь с этим, потому что, потому что вот будет ровно такое разделение. Хочешь, там, не знаю, учителя, которые тебя в школе учат, тогда... Чуть подороже, да. Да, в дорогой лицей, а хочешь получить стандартную информацию, которую тебе дают, ну, тебе стандартную информацию дадут онлайн. Ну, думаю, к этому все идет, конечно, да, ведь там, с точки зрения, там, развития любых отраслей, мы видим, что там в перспективе, ну, наверное, лет 15, да, там, ну, заменить риэлтора, многие же обсуждают, это невозможно будет, эту услугу невозможно заменить, потому что она достаточно уникальная. Ну, если мы берем услугу вот в каком-то, вот в таком разрезе, да. И следующее, если там мы говорим по, опять же, агентству недвижимости, оно представляет собой тоже какие-то этапы обслуживания клиентов, как любой производственный процесс, да. Мы же видим, что глобально происходит постоянное разделение труда. Вот я помню, с одним из клиентов, когда в коммерческой недвижимости общался, они производят замки дверные для автомобильной промышленности. То есть там настолько разделение труда велико, что вот как раз вот эту экспертизу на узком участке кто-то может оказывать. Вот это прям очень важная история. Потому что я с ним поговорил, так у вас же тоже поставщики есть, говорит, конечно, мы только собираем. Нам кто-то болты производит, кто-то корпус, кто-то еще что-то, да. И вот так вот это такое огромное, да, глобальное распределение труда. На каком принципе это формируется? В агентствах недвижимости это то же самое. Мы не могли обеспечить качественную лидогенерацию? Кто пришел? Авито, Циан, там, да, Яндекс. Все, не можем обеспечить. Следующее. Перестанем отрабатывать хорошие там покаченные холодные звонки? Тоже кто-то заберет, будет нам выдавать звонки, контакты, лиды, это к этому тоже идет. Перестанем юридическую, сервис классный оказывает, да, там заберут другие игроки, там, юридические службы, не знаю, нотариусы, там, кто-нибудь, да. Опять же, не мы. Все равно останется один ключевой момент, оценка. Можно перестать, можно ее автоматизировать? Я уверен, что можно будет автоматизировать. Настолько будет точная оценка, что... Я думаю, что можно будет оценить объект недвижимости, да. Но оценка же, она что предполагает? Оценка, она формирует свои данные. Первое, да. Во-первых, на большом массиве данных, это первое, да. Точнее, свой результат на большом массиве данных, это первое. И второе, там оно формирует реальную стоимость недвижимости на предыдущих сделках. Рынок-то, он же все равно меняется, да. Причем, это первая история. Следующий момент. Там очень сильно, сейчас личностный фактор такой есть, до сих пор, я думаю, что он очень долго будет, да. Это как собственник быстро хочет продать, так? Его мотивация. Или как покупатель хочет быстрее купить. Можно ли на показе этого объекта поднять стоимость, да. Опять же, там вот создание вот этого экономического эффекта, который сейчас риэлторы используют, да, профессионально. Это же круто. Вот автоматизировать как это можно? И вот пока тяжеловато, да. как это, жертвы там 100-200 тысяч рублей. То есть, вот у меня есть знакомый, которому я активно рекомендовал работать с агентом, но он не стал. Он покупал в соседнем доме для своей дочери квартиру, потому что ему было важно. Естественно, агент продавца это уловил. Уловил его заинтересованность, а в этих домах ближайших всего-то два объекта было. И он ему, конечно, продал вообще без торга. Да. И как бы вот это тот момент, который, мне кажется, большинство и покупателей собственников, они просто не понимают вот этот функционал агента, который, ну, как бы представляет твои интересы. А скажите, а почему не понимают? Не понимают, мы виноваты с животом. Да, конечно. Мы не можем донести до него, что мы за это берем деньги в том числе. Ну, не только за это, но и в том числе. Я думаю, что здесь истории со спортсменами, которые в 90-е годы пытались сами себя продавать, и с актерами, без агентов. Да, я сам могу, я же талантливый, я такой актер, что я не смогу поторговаться, но по факту-то в итоге ты себя продавать как раз таки не можешь. Здесь ровно та же история. Ну, и плюс, когда я лично заинтересован в продаже объекта, я не могу объективно оценивать мои перспективы на продажу. То есть, я не знаю, когда я продам, за сколько продам, ко мне кто-то придет, предложит меньше или больше, я не понимаю, как ориентироваться. Плюс, это же эмоциональная очень много составляющая. Понравился мне покупатель, хорошо говорит, ну, почему хорошему человеку не сделал дешевле, ну, то есть, такая история. Ну, это может включаться до сих пор, это долго еще будет. Это, кстати, в элитке часто работают, когда люди встречаются, причем у них сначала агенты работали, юристы там мало, потому что у каждого владельца, как правило, своя юридическая компания есть, даже они там по-другому все это осуществляют. И тут вдруг владельцы знакомятся, а касса, они где-то там партнеры в каком-то бизнесе, о, слушай, давай. И там в итоге они могут бартером рассчитаться, давай квартиру на яхту, а еще машину тех. Да, такое может быть. Поэтому еще раз, у нас в агентствах недвижимости, да, есть такой момент, что у агентств недвижимости, что логично, будут откусывать непрофильные участки производственного процесса, услуги вот этой, где мы создаем меньшую ценность, где мы менее эффективны. Ну, там, ледогенерацию, там, юридические услуги, какие-то еще, там, может, ценообразование, еще что-то, а вот именно контакт напрямую, вот продается покупатель, да, вот это вот пока тяжеловато, да, это, не знаю, это, вот в этом, наверное, ключевая ценность, да. Особенно во вторичке, каждый объект же уникальный. Нету одного и того же объекта, вторичке похожее. Они могут быть одинаковые, но отличаются запахом. Да, ну, видом из окна, да, там, собственниками теми же, понравилось, не понравилось. Ну, такое же очень часто бывает, понравился, вот такой человек хороший, вот, ну, я буду. То есть, вот такие личностные истории, они не уйдут никуда. Поэтому и риелторы, да, там будут, вот там, особенно там есть риски, типа там каворкинги, в том числе там виртуальных каворкингов риелторов. Это же риск есть такой определенный. Но, если говорить там глобально, все равно люди хотят добавленную ценность команды получить, да, какой-то общности чего-то, да, достижение результата. Плюс не все люди самостоятельно, сами, без управления внешнего, да, могут достигать результата. Так ведь? Ну, просто здесь вопрос модели каворкинга. Если каворкинг это понимает, и как-то вот эту, во-первых, общность создает, вот как ценность, в отличие, например, от банков, которые просто дают рабочее место и стол, вот, то тогда это работает. Да, ну, следующий момент, допустим, вот агентство недвижимости. Мы же должны понимать, что есть там каворкинги, да, есть там, а сейчас там там новая модель, там каворкинги, да, когда там вместе живут, да. Ведь в какой момент, если ты понимаешь, что такая модель возможна, ты же должен быть к этому готов. Ну, почему тогда, ну, я вообще там считаю, я там крайний пост тоже на эту тему написал, что ценность самого офиса, вообще в целом, будет существенно снижаться. Просто как место расположения кого-то, ну, компьютера, не знаю, там, людей. А, в этом смысле, да. То есть ценность офиса для риэлтора, да и для других сотрудников должна превратиться в некий центр притяжения, где ты можешь получить дополнительную экспертизу. Ну, либо социальную какую-то. Да, какую-то социальную, не знаю, там, личностную потребность, да, там, в общении в том числе, да, в какой-то проект, мозговые штурмы, да, там, какие-то обучения, личностные тренинги, да. Ну, самоизоляция это показала. Да, люди все равно этого хотят и это требуют. По прямого офиса, я думаю, там, лет через 10, как-то, вот ты пришел с 9, там, до этого времени сидишь, работаешь, она уйдет. Ну, я это прям вот верю в это. И будут приходить в офис именно вот для, именно реализации для себя, то есть удовлетворения некой там потребности, либо ценности. Вообще, я понимаю, что там какая-то экспертиза, движух какая-то вот именно сегодня, да, нужно вот это сделать, другое, либо клиента обслужить, именно который хочет в офис прийти. Вот это важно, да, будет. Вот это будет создаваться. А дальше вообще в целом для агентств недвижимости, опять же, да, возвращаюсь, я почему-то как агентства недвижимости не выделяю как вот прям что-то особенное, да, это как любые другие бизнесы. Мы же видим возрастающую силу экосистем сейчас, да. И кроме экосистем вряд ли кто-то останется, ну вот в будущем. Будут большие экосистемы. Поэтому два варианта, да, это либо встраиваться в экосистему, либо, ну, как бы строить свою экосистему. Свою экосистему строить, ну, конкурировать, допустим, с такими монстрами, да, как мы, как все знаем, да, то есть это очень тяжело, да, ну, практически невозможно, да, это огромные колоссальные бюджеты нужны. А второй вариант – это встраиваться. Когда ты сможешь строиться в экосистему в какую-то? Только тогда, когда ты сможешь иметь все возможности для интеграции с ней. То есть у тебя должны быть очень высокие стандарты качества услуг, которые ты предоставишь, безопасность твоя, да, какая-то IT должна быть, да, готова, да, как бесшовная там история. Ты должен стать действительно не посредником здесь, а прямо партнером, который будет оказывать для этой экосистемы ту долю сервиса, которую он сам оказать для конечного потребителя не может. И вот это наша такая стратегия лет на 10, превратиться именно в такую компанию, которая, по сути, сможет интегрироваться со всеми смежными историями. С экосистемами, с, не знаю, там, с Росреестрами, кадастрами, нотариусами, банками, страховыми, в том числе, чтобы они могли… Застройщиками. Застройщиками, чтобы они могли тебе доверять часть своей непрофильной истории организовывать на твоей территории. Конечно. Вот, то есть, там, не знаю, выдача кредита на территории, да, страховых продуктов, может быть, фондирование именно партнера, чтобы он сам выдавал под собственный страх и риск, а эти деньги. То есть, ну, вот куча таких моментов, где можно посмотреть что-то. На самом деле, мне кажется, что одним из таких очевидных вещей, это и как раз история застройщиками, потому что новостройки, очевидно, начинают, там, в крупных городах играть заметную роль, там, до 30% сделают. Именно таких, мало того, очевидно, вот мы вчера застройщиками это обсуждали, что та вторичка, которая была 5 лет назад, даже стала, была новостройкой, по качеству существенно уступает тому, что строят сейчас в том же классе, например, в комфорт-классе, и человек не может дойти себе на вторичке, объект, например, двушку, решающую мою задачу, когда две спальни, например, он вынужден там покупать трешку, а по деньгам это дороже. В итоге он идет все равно покупать новостройку, потому что на вторичке он просто такого не нашел. И мне кажется, что для агентства работа с застройщиками, она приобретает сейчас немножко другой качественный уровень, в том числе и с троидином, о котором все говорят. российского, уже европейского застройщика, основная проблема не интеграции с агентствами, не просто нежелание, а то, что агентства не готовы интегрироваться в те процессы, которые у них есть. Это, да, несоответствие стандартов, несоответствие IT-платформы, которые не готовы, то есть куча таких моментов, в том числе, кстати, нежелание многих риелторов, ну, агентств недвижимости брать на себя ответственность за результат, да, вот это важно очень. Мне кажется, что многие еще вот что не понимают в свое время, в одиннадцатом году я работаю еще в Винере тогда, мы рекламой занимались активной продажей на площадке, мы пришли в крупнейшую московскую застройщику Мортона, которого уже нет, и мне руководитель агентства сказал, мы не хотим работать с несколькими рекламными агентствами, потому что для нас стоимость проведения договора что-то там под полмиллиона. Это для меня, это была цифра дикая, как мы сказали, мы хотим работать с одним, максимум, двумя агентствами, которым мы эксклюзивно дадим управление всем нашим маркетингом, и вот как бы вы вот этим занимаетесь, потому что для нас это дорого. Мне кажется, что для крупнейших застройщиков ровно та же история, то есть им там пятьсот договоров имеется с пятьсотами агентами, каждый раз это согласовать, просто бизнес-процесс очень дорогой, а это не понимают агенты, они думают, что это просто вот нежелание с нами работать, нас тут ни во что не ставит. У меня какое мнение по поводу застройщиков, мы же видим глобальный тренд федеральный на сокращение реальной фактического оплаты комиссионного вознаграждения агентством недвижимости, то есть агентством недвижимости все меньше и меньше начинают платить их услуги, все больше и больше. Ну, в целом, если мы берем федеральную историю, все меньше таких людей, потому что они, это же опять же слабость именно сообщества риелторского, Бусловно. Опять же, обзорщаясь там. И слабость самих агентств. Да, ну я и говорю, то есть сообщество в целом и самого агентства, как его участника, да? Понимаете, потому что сейчас там, мы же, допустим, если говорить про маркетинг, мы же говорили, сильны ли мы в маркетинге, ну честно, как сообщество там в целом, ну нет, слабовато, да? Если мы там не показываем эффективность, то скорее всего застройщик что будет делать? Либо организовать это своими силами, либо отдавать какому-то агентству, ну агентству, иметь не недвижимость, а агентству, маркетинговому, когда, они за них будут им обеспечивать ледогенерацию. Следующий, да, момент. Опять, стандарты. Обращаемся в агентство недвижимости, могут ли агентства недвижимости, там, всегда сто процентов, все по скрипту, там, да, ответить, все стандарты, шаблоны, изучить продукт, понимать, как это, акционы какие-то, нет, ценообразование, да, там, опять же, формирование маркетинговой стратегии, тоже нет, да, там, позиционирование самого жилого комплекса, тоже нет, нет компетенции агентства недвижимости для этого, да, ну и у единиц, наверное, это есть, там, да, вот, следующий момент, да, там, юридический блок, там его особо немного, я думаю, что тренд большой, все же такое, он начался, это все же там, для застройщика, это автоматизация полностью, вот прям, потому что, там, зачем отдел продаж застройщика, ну вот там, да, там, зачем, понимаете, там, шаблонный продукт, все вот, фиксировано, цена, все зафиксировано, маркетинг, упаковка есть, да, приходи, там, торговаться нереально, да, там, тебе просто предложение будет, как-то спать, я думаю, что там, вот, отдел продаж застройщика, надо вот, как бы, уже сейчас думать. На самом деле, вот опять же, если мы берем про Пик, по-моему, у них же вообще в офисе нету, Он сказал, что у него мечта, отсутствие офиса продаж, все должно быть вообще в онлайне. Так у него все так и есть уже, у него же нет офиса, они же все закрыли в пандемию, не открыли до сих пор, все онлайн, иди покупай, как бы, да, только в онлайне, ну там люди пока еще обслуживают, да, вот, формально-то можно, наверное, организовать будет этот процесс, но ведь проблема начинается именно в другой истории, да, когда человек не может выбрать, а вот проблема выбора, вот, это тяжелая история, потому что застройщиков много, квартир-то много, они отличаются видом, этажом, еще что-то, и вот именно вот в этой части, да, как раз вот наша экспертиза может помочь. Более того, ну, наверное, сколько сейчас там, процентов, наверное, 40, наверное, сделок по новостройкам, может быть, 50, это все же с продажей своей вторички. Да, ну, по разным оценкам, есть это 90, ну, разный оценок, к сожалению, нескольких, да, ну, мы смотрим, где-то 40-50 процентов получается, особенно вот по, по текущей ситуации, ну, это может за счет пика кредитования, могут сейчас просто все почти позволить себе купить, там, да, с учетом такой ставки ипотечной, и здесь получается, какой момент, да, то есть мы можем взять экспертизу, да, и брать на себя вторичку, вот это да, а все остальное, вот к застройщику пришел, все, вот с этого момента начинается полностью, там, автоматизация, вот в этой части, тогда будет ли нам застройщик много платить, не знаю, не уверенно сейчас. Интересная история есть в Сочи, когда, как выяснилось, я все никак не мог понять, в чем функция агентства в Сочи, ну, понятно, что миграционный город и прочее, прочее, но оказалось буквально вчера, что в Сочи очень многие агенты обладают своими деньгами, и они оказываются на этапе начала стройки, просто выкупают по дешевой цене, ну, потом продают по переуступке, вот, я тебе рассказал задатку. Да это же не только в Сочи, это же и в регионах. Просто там это ярко выражено, и там, например, застройщики платят 6,7 и больше процентов комиссии, и вообще без агентов они там жизни не видят. Но, ситуация будет существенно меняться, поскольку сейчас приходит крупный застройщик, в первую очередь, из Краснодара, который работает по другим схемам, и не умеют сами, не нуждаясь в деньгах на начальных этапах строительства, просто ставить цену, когда разница между котлованом и продажей будет просто не такой существенной, и агентам просто будет невыгодно инвестировать свои деньги, а проще искать конечного покупателя. Ну, это, я скажу, счета, доступность ипотеки, поэтому недостаток ликвидных хороших площадей, много чего складывается. Ну, и, наверное, там в завершение, вернемся все-таки к вопросу франшизы. Вот я помню опыт такого маленького старта Аякса в Краснодаре, когда они думали о том, чтобы не запустили нам франшизу. В итоге посчитали, посчитали, и это мнение многих руководителей, с которыми я общался, что франшиза вообще невыгодная история, проще, не знаю, свои филиалы открывать в том же регионе, больше на этом заработаешь, или еще какую-то модель, там, не знаю, модель продавать, консалтинг и так далее. Зачем вам эта франшиза? Соглашусь, наверное, да, с тем, что если впрямую, там, денег, это не так много, да, зарабатывает история. Но мы в самом начале это обсудили, что франшизинговое развитие самой сети, да, оно позволяет оказывать услуги в долгосрочном цикле более дешевые за счет эффекта масштаба. Если у тебя большой объем, у тебя другие партнерские скидки, у банков, которые создают ОТП, для тебя уже, да, в том числе, и другое взаимоотношение, да, может быть, какие-то нюансы там решать. Там действительно серьезная выгода, да? Ну, допустим, если мы говорим о просто агентстве недвижимости, да, то есть, ну, вряд ли можно получить какие-то какие-то федеральные скидки, в том числе, если мы говорим даже о каких-то сервисных составляющих, да, в том числе, если у вас там есть единый большой там федеральный какой-нибудь менеджер по, не знаю, по Авито или по ЦИАН, да, который тебя консультирует, всегда это же тоже достигнет, ну, все равно может оказаться, да, достаточно ценной историей. Следующее, да, за счет эффекта масштаба ты собираешь экспертизу достаточно большую, да, где ты можешь расти не только сам, но еще и помогать расти партнерам, да, обмениваясь вот этой там большой достаточно информацией. И следующий момент, все же, если смотреть очень долго, то эта модель достаточно прибыльная все равно, то есть она не дает на среднем сроке инвестирования какие-то там прибыли, да, допустим, там можно действительно на среднем сроке, если ты смотришь на лет 5, да, там 5-7 лет даже, наверное, то, наверное, можно использовать модель консалтинга, а можно открывать собственные филиалы. Отвечая на вопрос открытия собственных филиалов, наверное, да, это более прибыльно, потому что, на самом деле, затраты на управление собственным филиалом, особенно в нашей модели, они такие же, как затраты на управление партнера, ну, реально, потому что мы в своей модели подразумеваем, что мы франчайзи-партнеры обслуживаем так же 100%, как наш обычный филиал. Ничего не меняется по большому счету. Но ведь открывая собственный филиал, это же фондирование нужно. Это достаточно большой объем инвестиций. Открытие офиса в каком-то регионе это может доходить до стоимости однокомнатной квартиры в регионе, до двухкомнатной квартиры в регионе. Это же надо где-то вытащить эти деньги. И сразу открыться много не получается. То есть, наверное, у вас тоже этапы эволюции. Когда вы дойдете до какого-то уровня, вы просто будете открывать свои филиалы. Может быть, да. Это же бизнес, это логично. Но и самое важное, это для нас очень интересный, амбициозный проект. Это просто интересно нам. А на сколько лет вы заглядываете вперед? Мы строим, по крайней мере, наши модели все это 10 лет. Десятилетняя модель. То есть, мы не говорим на год, на два. Пенсии пока не думаете. Пенсию дают. Какая пенсия, что да. Вы видели наши пенсии. Да, да, да. Ну, я условно. Все-таки вот я слышу некое противоречие. С одной стороны, вы говорите про стандарты, про систему управления и так далее, с другой стороны, вы говорите про ту же ошибку в Москве, которая стоит дорого. То есть, речь идет о гибкости. Где вот эта золотая середина, чтобы сохранить стандарты и быть настолько гибким? Потому что, ведь любой запуск это все-таки стартап. Да. В стартапе часто вот как бы вопрос гибкости, он принципиальный. Да. Вот где граница? Что можно позвать, что нельзя? Я думаю, что здесь, правильно вы сказали, что это очень гибко, везде для каждого региона. И всегда прям, ну, знаете, как взять стандарт вот такой, у нас в Нижневного, вроде вот такой стандарт, да, там в Чебоксарах, он такой же там, да, в Москве. Они, конечно, отличаются сильно. И мы здесь, наверное, исходим больше от потребности бизнеса, то есть, в конкретном взятом регионе. Но мы же должны как там понимать, да? Если какой-то партнер достигает результата определенного, да, в том числе, там, не используя там в стопроцентном объеме наши стандарты или политику, или регламент, но он добивается результата, ну, ок. Главное, чтобы это не противоречило. А что он такое сделал? Нужно взять, посмотреть, репарировать и, как бы, возможно, внедрить в систему. Да, да. Ну, то есть, мы там берем раз, о, вот это круто, кстати. Да, там иногда, знаете, там партнеры, даже вот крайний пример, волгоградские партнеры наши, они попросили, мы там каждый месяц с руководителями отделов продаж, индивидуальное такое планирование есть, и мы разбираем прям все ключевые показатели. Их там порядка, там, 19, может быть, показателей, которые мы смотрим. Ну, такая форма там есть определенная, у нас отчетность. И мы сидим разбираем, да, традиционно разумеется. И наши партнеры говорят, давайте мы в Zoom, ну, сядем, мы послушаем, как вы это делаете. То есть, для нас это такой новый опыт был, да? А сейчас я думаю, они же не знают, на что смотреть, да? Не знают, как это проходит. И это такое развивающее мероприятие. Сейчас мы там будем внедрять в системное это, да? То есть, системно будем проводить вот эти, допустим, управляющий директор, либо я проводит, точнее, ну, либо директор департамента продаж, либо я проводит именно вот это мероприятие. В онлайне подключаются другие руководители отделов продаж, к которым бы надо подтянуться. Ну, то есть, вот это там классная история. Ну, хорошо, а приехать к вам, не знаю, на бизнес-тур можно? Мы по бизнес-туру думаем. Я думаю, что мы будем готовы где-то в февраль-март, да, кого-то приглашать. И как мы уже говорили, там у нас 15-го числа, мы, по-моему, в предыдущем прямом эфире это проговаривали, 15-го числа, у нас 15-го января, после праздников будет первый вебинар, который мы проводим по системе адаптации, там будет рекрутинг-адаптация технологии обучения персонала, где-то можно послушать, посмотреть, какая наша философия. Да, кстати, я приглашаю. Ссылки наверняка все будут под описанием к этому видео, поэтому регистрируйтесь, смотрите там, как угодно. И следующее, мы будем просто потом системно это делать, я думаю, что мы будем такие какие-то блоки из своей работы брать и раз в месяц их проводить. Я, может быть, буду участвовать, там маркетинг будет участвовать, наш HR-служба, да, юридические какие-то блоки будем читать. Ну, вот так системно будем проводить там открытые рынки. Хорошо, вот все-таки в самый финишный вопрос, наверное, вот если просто вот так, как это глобальный, пафосно сказать, хотел сказать, что является, на ваш взгляд, секретом успеха, что является секретом неуспеха? Вот что точно не нужно делать руководителю, чтобы не провалиться? Что не нужно делать? Которые часто делают? В каком ключе? То есть вообще в целом или в целом? В целом агентстве недвижимости, в любом другом бизнесе, вот что не нужно делать, что часто делают? Вот где самые ключевые ошибки? Которые, может быть, вы уже прожили и передумали? Для многих бизнесов, я тоже опять возвращаюсь, не только к агентству недвижимости касается, во многих бизнесах у собственников отсутствует цель, что они хотят вообще? Ну, просто напротив. В деньгах выражены? А ведь же цели не всегда в деньгах. Ну да. Это вопрос, наверное, видения. Вот если у собственника, у главного лица компании, это может быть либо управляющий директор, либо сам собственник, если он является в одном лице, либо оба, как команда, что они хотят от бизнеса получить через 5-10 лет? То есть это может быть как в деньгах, кто-то в деньгах ставит какие-то цели, это тоже, наверное, нормально, но больше какую компанию они хотят увидеть? Вот это нужно, знаете, какой такой пример. Вот я нахожусь здесь сейчас, вот сейчас. А если я приду в свою компанию через 10 лет, вот какую я хочу видеть? Вот от чего я буду доволен? Вот у большинства людей этого ответа нет. Что, ну, как вы говорите, будет как будет, есть как есть, да, там, мы же работали, и так работаем, да, а хотите-то что? Это вот ключевое. Какой бизнес? Именно от бизнеса, не с точки зрения, там, хочу себе новую машину, квартиру. Нет, именно от бизнеса, какой вы увидите? То есть вы приходите в офис, что там происходит? Какие люди там работают у вас в офисе? Не знаю, какая обстановка там, какая культура, да, там, какие там ценности, ну, такие ощущения какие-то. Потому что большинства вообще-то вопросов нет в бизнесе. Да, ну, то есть какие ценности разделяют ваши сотрудники, к чему они стремятся, да, какую позицию вы в целом занимаете по рынку? То есть что вас будет удовлетворять через 5-10 лет хотя бы? Вот это, я считаю, самое ключевое отсутствие в виде неразвития. Если его нет, то непонятно, куда идти. То есть, ну, что тут делаем? Мы же делаем что-то, ну, деньги, вот, смотрите, вот деньги. А хотите, ну, вот, хотим завтра еще денег. Ну, вот и все. Интересно, что это вообще-то через 5 лет, потому что действительно, я думаю, что многие зрители, ну, по крайней мере, разделились на две части. Первая часть, которая вот все эти слова, культура, идеология и прочее, прочее, для них это органично вписывается в их представление о бизнесе, а для многих это просто чужеродное, они даже их не услышали, они просто пролетели вот куда-то туда. Ну, вполне, да. И какой-то бла-бла-бла демагогия. Вот, поэтому я, конечно, желаю вам успехов. Я всегда радуюсь, когда на рынке появляется новая игрок, который, может быть, говорит вроде бы те же самые очевидные вещи с точки зрения бизнеса, но говорит как-то по-своему и очень уверенно. Вы говорите очень уверенно, а это всегда, как бы, я буду наблюдать. Я вот 4 года назад сказал, что я буду наблюдать за Римом Хасановым, потому что вот появилась фигура, то как бы вот не было такой фигуры федерального масштаба, помимо Идара. И как бы я вот сейчас буду наблюдать за вами, потому что действительно, мне кажется, что вот эта убежденность, у вас она присутствует. Убежденность в том, что вы делаете хорошо, в долгосрочной перспективе и верите в то, что делаете. Спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение, за интервью. Тоже приятно было пообщаться. Спасибо вам. Всего доброго. Смотрите, как берегите себя, своих близких, свой дом, свой бизнес. Смотрите М2ТВ, подписывайтесь и так далее. Пока.